И вот где мы находимся? Мы находимся на Агаповском центральном рынке, который располагается где? На улице Школьной 1-1. Так вот, к слову о школе, раз вы уж поняли, что мы про школу говорим и про магазин Рыбачок, и про то, что касаемо кризиса. Так вот, ну что вы поняли, да? Если бы вы говорили, что у нас возникает какой-то кризис, объясняет, недвижимость не дорожает, машины не дорожают, потому что бензин по той же самой цене, вот. Мясо, ну, практически не дорожает, резина фактически не дорожает, нормальные масла тоже не дорожают, дорожают шмотки, да, это дорожает. Ну что же делать, если у нас легкий пром в никаком состоянии? Все остальное. Вы говорите, что дорожает рыба, а рыба и не дорожает. По одной простой причине. Если бы вы хотели получить нормальную рыбу, то вы бы обращались вот сюда, в магазин Рыбачок. Потому что благодаря тому, где он располагается, располагается он в месте, где все дешево, потому что той дивной магнитогорской аренды здесь нету, вы можете купить себе прикормку, взять себе удочку и спокойненько. Ну, кстати, почему бы и нет? Раз в неделю съездить и порыбачить. Мест у нас вполне хватает. То, чем занимается большая часть бизнес-населения, меня достало. Хотят они ездить на крутых иномарках, а вот и нет. То, что продается под эгидой автоваза, не выросла. Нормальные бэушные иномарки дешевеют. Вы хотите круто? Так за это и платите. А вот я в прошлом году срезал своего бюджета 10 тысяч рублей. Удалю и еще. Так что не надо говорить про кризис. Подумайте мозгами. Теперь про суть вопроса. Вы сильно хотите в пятерки? В Турции и Бип-Бипет. Да, срезали они цены. Но срезают они на вас. Вы разочек просто мозги никак не входьте. Попитайтесь в их нормальных ресторанах и поймите, кто вас колет. Кстати, про рыбу. По сути, она у нас есть. И она абсолютно правильно замещает раскормленную красноватую семгу и форель. Но, ребятки, понятие кризис только в ваших головах. И мне недавно рассказали. Я этого не знал. Но оказывается, рыбы едят то же самое, что и человеки. То есть мы любим чеснок, мы любим мед, мы любим клубнику, мы любим тути-фрути. В общем, то же самое едят и рыбки. Причем они это дело настолько сильно обожают, что если вы будете прикармливать эти места для себя, то у других ничего не будет. Представляете, да? Просто подбрасываете то, что нужно и получаете замечательный результат. Зная цену вопросов, то есть чуть-чуть до малиничка, но тем не менее, вы вытащите себе товар в разы побольше. Вот. Есть очень вещи, которые классные. Вот пластилин, это что-то новенькое, да? То есть если вы там его просто бросаете, да, немного это надо делается прямо в то место, где ваш корм становится, да? И отовсюду к вам прибегают рыбки. Представляете, у вас рыбы, у других нет. Представляете, но обратились вы ко мне, а нет. Пантокризисные, понтоголовые пустозвоны. Это и о всех бизнесменах. Не понимают, а есть. Нормальный человек просто приглашает. А я вам объясняю, как в одном месте, в нашем рыбном месте, выловить рыбки больше, чем у других. И мы как-то вам рассказывали, что магазин «Рыбачок» поменял свое место. Да, поменял место для лучшего удобства. Теперь это не в... Короче, там нету. Просто приезжаете, сразу поймете, где это делается. Вот. В остальном, за моей спиной, те же самые и очень дешевые ленты, лески и все остальное. Вот здесь вот, то, что доктор прописал, это очки. Мне бы очень сильно хотелось вот такую штуку купить. Я переговорю, может быть, подарят мне. Люблю ездить в машине, чтобы не напрягаться. Вот. Вот нормальные очки из стекла сделаны. Цена вопроса 280 рублей. Вот. Раз у нас период спиннингов и всего остального за моей спиной, вот это все. Огромное количество приспособ. То есть берете, на спиннинг насаживаете и уже выловите. И не только того, кто и кушает других рыбок. Вот. Подойдем сюда. То же самое. Вот. Здесь то, что я вам показываю, это лески. Причем лески есть супер навороченные. Представляете, маленькая, тоненькая леска, никто ее не увидит. А цена вопроса, и сколько на нее может? До 10 килограмм. А может быть, еще и больше. Так, и вот сюда немножко пройдем. Это то, что для розжига. Но нужно все равно же, рано или поздно. Вот. Большие крючки. То бишь, для чего? Это для самов, естественно. Вот. Большие крюки. Рано или поздно хотелось бы взять на себя. И функцию самовылавливания. Еще ни одного такого не случалось, но хотелось бы. Ну и естественно, прикормка. То есть, представляете, да? И все в одном месте. Краткий курс политинформации я вам прочитал. Эх, классное то время было. Теперь про другую политинформацию. Честно, желаю, чтобы рано или поздно, простите, лучше ранее, мы бы с рыбачком поехали. И я бы вам продемонстрировал результат. Как за одну поездку оправдать на себя возложенную ношу. То есть, все купить. И показать, что и палатку, и лодку, и спальник, и удочку, и прикормку вы в раз оправдаете. И скажу, скоро будет и это. Но теперь ваша правильная мысль. Не переплачивая многое, можно приехать в Агаповку. Удочки есть. Удочки недорогие. И минимальная сумма удочки, ну, примерно 220 рублей. 220 рублей. Я даже не знаю, как его пересчитать, но это примерно говорит о том, что вот эта удочка стоит всего 4 доллара. 4 доллара. Где вот такая удочка, я понятия не имею. Вот. Другие удочки тоже здесь есть. Пожалуйста, убирать, никаких проблем нет. Если вы собираетесь залазить, а залазить придется, то вот за моей спиной огромное количество этих... Что такое за моей спиной? Не штаны это. А сапоги прорезиненные. По поясам, главное, еще раз объясняю. Причем сапоги прорезиненные есть маленькие, есть большие. Есть вот досудово, может, и зашли. Ну, только наделись как следует, да? Чтобы там тепло все было. И ноги тоже в тепле были. И начинаете. А они там. А вы тут. И у вас рыбка. А у них нет. И вот так-то было. И я рад заселян. Я просто понимаю, что они живут нормальной жизнью. Без визга, писка и прочей нашей фигни о богатстве соседа. Потому что наша главная ценность – наше богатство. И пусть он пыхтит, выплачивая за свой, по сути, бесполезный агрегат, но мы-то с большим удовольствием притащим рыбку в свою семью. А скоро будет и не только рыбка. Итак, место, где вы все это можете найти. Легко и просто. Агаповский рынок. Улица Школьная 1, дробь 1. До суда доехать очень-очень. Бесконечно сложно до суда просто даже не доехать. Потому что до города Магнитогорска литр бензина. Что касаемо литра бензина? Цена вопроса 30 рублей. Что касаемо того, какие выгоды здесь? Мы вам продемонстрировали, что в любом направлении, любые вещи, которые вы себе можете позволить купить себе здесь, в магазине Рыбачок, вы эти деньги просто экономите. Ну а рыбалка, так рыбалка везде. И в результате? И в результате у вас и мясо есть, и рыба в холодильнике. Поэтому какой кризис? Да нету никакого кризиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова